а знаете ли вы что знаменитая энциклопедия британика уже с 1901 года издается в сша они в великобритании всем привет с вами книга коп добро пожаловать на мой канал сегодня в центре моего внимания очень животрепещущая тема по крайней мере на сегодняшний момент для меня эта тема ядра земли да да наши ядрой земли то ядро а точнее та теория ядра о которой идет речь теория почему потому что все таки крути не крути вариантов вокруг этого много конечно же есть официальное заключение науки но хотите вы этого или нет это лишь предположение почему да потому в нашей жизни в школе мы изучаем вот эту картинку наподобие этой картинки я думаю она многим знакома картинка нашей земли что тут внутри ядро вот слои которые там внутри есть таким образом мы с вами запоминаем именно эту картинку она формируется у нас в голове и мы когда говорили речь идет о строении планеты мы понимаем что это выглядит примерно так но тем не менее стоит отметить что если бы учителя наши говорили что это лишь предположение это лишь предположение почему да потому что я с ума скажу вижу раньше вот этих слоев было меньше теперь добавили еще один слой то есть прошло время добавили еще один слой значит и мало того давайте посмотрим что пишет у нас об этом все таки великая и могучая википедия значит какие слои на сколько километров глубина залегания значит сначала там есть 2900 километров средний радиус сферой три с половиной тысячи километров значит внутреннее ядро радиусом 1300 километров но вот смотрите люди которые эти вещи просчитали я все понимаю они взяли просчитали они насчитали перечитали но если говорим по факту в реальности наши люди мы каком и пробурились максимальненько на 12 тысяч 262 метра то бишь всего на 12 и километров а говорим о том что первый слой который есть у земли это две 1900 километров вот скажите мне как вот это понимать то есть 2 900 километров а пробурили всего-навсего на 12 тысяч километров и сделали такие классальные выводы хорошо окей давайте посмотрим что же все-таки мы почерпнули после того как бурили скважины и так далее но давайте вот есть замечательная статья ссылка на нее будет под видео на сайте книга коп . рф и так в далеком уже 1990 году в южной части германии группа ученых решили взглянуть в недра нашей планеты на стыке двух тектонических плит столкнувшиеся более трехсот миллионов лет назад когда формировался континент итоговую целью ученых было бурение одной из самых глубок глубоких мире скважин до 10 километров но мы понимаем что самая глубокая все-таки на данный момент это кольская сверх глубокая скважина они чуть поподробнее изначально предполагалось что скважина станет своеобразным телескопом который даст возможность больше узнать о гидрах нашей планеты постараться узнать о ядре земли процесс бурения проходил в рамках программы континентал депо триллинг и продлился до октября 1994 года когда из-за финансовых проблем программу пришлось свернуть назвали скважину так и так вот сокращенно ктв и ко времени закрытия программы пробурено было более около чем на 9 километров но не добавил энтузиазма ученым сам процесс бурения шел не сказать чтобы легко за четыре года ученым инженером и рабочим пришлось столкнуться с целым ворохом сложных ситуаций и довольно сложных задач вот так например буру пришлось приходить проходить сквозь породы нагретой до температуры около 300 градусов цельсия однако даже при таких условиях бурильщики мы все же справились используя охлажденную скважину и жидким водородом впрочем несмотря на то что программу свернули научные эксперименты не прекратились и проводили их вплоть до конца 1995 года и стоит отметить проводили не зря за это время удалось открыть новые довольно неожиданные факты строения нашей планеты были составлены новые карты распределение температуры и получены данные распределение сейсмического давления которые позволили создать модели слоистой структуры верхней части поверхности земли вот посмотрите видите да однако самое интересное ученые прибегли на приберегли напоследок голландский ученый вот гивен который совместно с инженерами акустиками и учеными из научно-исследовательского центра геофизических исследований германии сделал то о чем мечтали многие практически в прямом смысле этого слова он услышал он услышал сердцебиение земли для этого ему ему его команде потребовалось провести акустическое измерение с помощью которых исследовательская группа создала звуки которые мы могли бы услышать на глубине 9 километров впрочем теперь услышать эти звуки можете и вы далее идет видео значит несмотря на то что данный эксперимент считался одной из самых глубокой скважин в мире существует несколько подобных скважин которые однако уже запечатаны и среди них выделяется скважина которая за время своего существования успела обрасти легендами это кольская сверхглубокая скважина колодец более известная как дорога бот в отличие других конкурентов кольская скважина достигла 12 и двух километров в глубину и считалось самой глубокой скважины в мире и и бурение началось в семидесятом году в мурманской области советский союз нынче российская федерация в 10 километров к западу от города за полярный за время бурения скважина пережила несколько аварий и в результате которых рабочим приходилось бетонировать скважину и начинать бурение с гораздо меньшей глубины под другим углом интересно что именно с чередой аварий и преследующими группы неудачами связывают причину возникновения легенда о том что скважина пробурена до самого что ни на есть настоящего ада вот она здесь более по видите как со стороны все-то выглядит и как вазит текст легенды после прохождения рубежа в 12 километров ученые с помощью микрофона удалось услышать звуки криков однако решили продолжить бурение и во время прохождения очередной отметки 14 километров вдруг наткнулись на пустоты после того как ученые спустили микрофон до них донеслись крики и стоны мужчин и женщин мы спустя некоторое время произошла авария после которой работы по бурению решено было прекратить и несмотря на то что авария действительно было никаких криков людей ученые не слышали да и все разговоры о демонах не более чем вымысел говорил давид миронович губерман один из авторов проекта по чьим руководством проходила бурение скважины после очередной аварии в девяностом году по достижению глубины 12262 метров бурение скважины завершили в 2008 году проект забросили оборудование демонтировали спустя два года в 2010 году скважину законсервировали отметим что такие проекты как бурение скважин как ктв и кольской являются для ученых геологов на данный момент единственным способом и возможностью исследовать недр планеты вот как то так ну что дорогие друзья я думаю вы понимаете что есть на данный момент у наших ученых что им дано то есть есть что есть до примерные расчеты и математика а есть реальность в реальности мы еще до этого не докопались и в реальности это всего лишь теория поэтому не лишним было бы нашим учителям или родителям коль уж учителя об этом не говорят а говорить что это лишь взгляд ученых они примерно так предполагаю но это не точно и это будет правильным пониманием того процесса который есть по крайней мере в науке потому что спасибо ученым что они хоть правду говорят в том плане что это лишь теория а вот утверждать на все сто процентов они не могут потому что да есть математика это четкая точная наука и славы этой науки это здорово но есть реальность и в реальности все-таки мы можем здесь ошибаться я конечно могу пошутить еще маленькую шутку такую допустить вот вася и петя у вас и петь по яблоку петя отнял у вас и одно яблоко вопрос сколько осталось у вас и яблок висе петя отнял у него яблоко по математике вроде бы как ни одного до у того кто отнял вот или как ответ простой в реальности если я у тебя отнимаю яблоко ты можешь мне еще и по зубику дать правильно вот и в итоге эти яблоки вернуться к тебе то есть в итоге у меня не будет яблоко будут у тебя или наоборот ты у меня отнял получил по зубику правильно то есть а вроде бы математикой науки наука точная да можно просчитать что вот если но в жизни есть некоторые какие-то другие факторы которые на математику влиять не мог поэтому здесь когда те же мосты строят еще что-нибудь помимо математики включает еще и физику и внешние факторы и прочее 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 возможно конечно ученые докапывались там до всех этих вопросов что проверяли там сейсмическую активность и прочее прочее это невозможно а точно они там это пытались сделали наверное вот наверно да потому что я не видел этих экспериментов и могу только доверять я доверяю как слепой котенок не сказали вот выглядит эта планета вот так вот она так выглядит я верю со школьной скамьи я в это верю ну как это нет сейчас конечно много теорий полая земля там не знаю еще плоская земля там сотая земля там еще что-то вариантов много ребят безумно много но факт остается фактом что за последнее время мы дошли в реальности до глубины нашей планеты только на 12 километров дальше все это расчеты теория и не более того они реальность не говоря уже о том что мы начали уже просчитывать что там внутри солнце как солнце рванет там какой черный карли и прочее прочее мы уже прям строение всех планет знаем на все 200 процентов прям здорово здорово что внутри там все прям все прекрасно знают что внутри луны и давайте мне еще скажите вот и так далее и тому подобное учитывая что луна вообще одним боком к нам все время по повернуто дано так вот как спутник летает и где это обратная сторона луны ну понятно что можно ее все прокрутить в ряде программ которые существуют так она не так не не могу сказать это уже к тем кто живет этим мне это безумно интересно увидеть обязательно посмотрю сделаю видео обзор ей спасибо тем по такие сайты интересные вкусные делает где можно все посмотреть луну вот в бок и поперек и и и и и и куда хочешь вот как-то так спасибо вам за то что смотрели да кстати 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 знаете ли вы дорогие друзья вот что это такое это единственное на планете море без берегов саргасовом море она названа так из-за обилия плавучих саргасовых водорослей которые моряки назвали морским виноградом еще его называют кладбищем кораблей именно в саргасовом море находится большая часть бермудского треугольника вот здесь находится вот северная америка южная америка африка и так далее вот она как выглядит в реальности спасибо вам что смотрели палец верх кому понравилось я продолжаю книга коп и помните это наша любимая планета в которой на которой мы живем мы должны ее любить должны учитывать и ее интерес тоже спасибо вам палец вверх подписываемся и пока пока